Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС в студии Олег Славьёв. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. На Десногорском водохранилище стартовало масштабное зарыбление. Вокальная эстафета в городе Атомщиков. На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3120 мегаватт. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 10 дней ноября составила более 670 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 240 миллионов. С начала года выработано более 18 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – полтора миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Десногорском водохранилище стартовало масштабное зарыбление, которое продлится до конца ноября. Всего планируется выпустить почти 14 тонн белого амура и более 16 тонн белого толстолубика. На это природоохранное мероприятие атомная станция направила более 3,5 миллионов рублей. Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов – это важное природоохранное мероприятие, направленное на улучшение экологического состояния водоема. Оно позволяет сохранить баланс их теофауны, восполнить рыбные запасы, снизить развитие фитопланктона и улучшить качество воды. Помимо природоохранной цели, оно направлено на обеспечение безопасной эксплуатации теплообменного оборудования атомной станции. Сегодня, 2 ноября, Смоленская атомная станция проводит первый этап зарыбления Десногорского водохранилища 2020 года. Станция применяет биологический метод борьбы. Это предохраняет от засорения оборудования станции и, конечно же, влияет на безопасность. На текущей неделе водоем-охладители Смоленской АЭС было выпущено более 4,2 тонн растительноядной молоди белого толстолубика. Средней навески – 400 грамм. Представители комиссии по зарыблению, в которую вошли специалисты Смоленской АЭС, Государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов, ветеринарных служб и других организаций, отвечающих за экологическое благополучие региона, отметили, что выпущенная рыба здорова и жизнеспособна. Рыба, привезённая из Орловской области в сопровождении ветеринарно-сопроводительного документа, то есть в свидетельстве, при визуальном осмотре клинически здорова. Напоминаем рыбакам, что рыболовство во время выпуска и ещё в течение 15 дней запрещено в радиусе 500 метров от того места, где выпущена молоть. С целью охраны водных биоресурсов, рыбоохранной совместно со Смоленской АЭС будут организованы антибраконьерные рейды по Десногорскому водохранилищу. 3 ноября на сцене информационного центра Смоленской АЭС «Нейтрино» состоялись видеосъёмки выступлений десногорских вокалистов в рамках музыкального фестиваля «Вокальная эстафета», организованного концерном «Ростэнергатом» и объединившего талантливых сотрудников российских АЭС. Пандемия коронавируса не смогла остановить творческую жизнь в Десногорске, которая теперь переместилась в онлайн-формат. 3 ноября Атомград Смоленщины принял участие в фестивале-конкурсе «Вокальная эстафета», который организовал концерн «Ростэнергатом». Мероприятие приурочено к 75-летию атомной промышленности России. Активная часть «Вокальная эстафета» началась 19 октября с города Удомля и продлится по 9 ноября. Фестиваль объединит творческих работников девяти атомных станций России, у которых будет возможность проявить себя в сольных выступлениях. Смоленскую АЭС и подрядные организации представили 8 сотрудников. Для всех участников такой формат проведения фестиваля в новинку. Нет зрителей, нет жюри, только камеры и родная сцена. Фестиваль проходит в заочной форме из-за действующей особой эпидемиологической обстановки. Как всегда, участие в конкурсах волнительно, но здорово, что все-таки этот конкурс до нас доехал, потому что мы очень переживали, что и он тоже отменится в этот нелегкий год. В нынешнее время пандемии хотя бы так надо как-то поддерживать вот этот вот культурный уровень музыкальный. Видеозаписи всех конкурсных номеров позже оценив компетентное жюри, в состав которого вошли признанные специалисты в области вокала. А победитель будет известен 21 ноября. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok